Смотрите, дяденька едет на велике и собачку катит с собой. Ехали в Белинсону. Здесь по субботам такой рынок. Кафе на площади. И много всяких лотков, где продают еду, какие-то местные продукции и так далее. В общем, всё как везде. А мы сейчас пойдём в замок. Садово, какие-то растения. Морковка. Красота. Красота. Морковка. 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 Гази! Гази! За 5 франков можно попробовать себя рыцарем. Гази! 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 Садимся ужинать. Мясо, овощи, сыр и хлеб надо порезать. Доброе утро, друзья, у нас сегодня воскресенье, 12 мая. Соседи уже гоняют на великах. Мы тоже идем с Витей взять велосипеды и поехать покататься. Младшенькая наша вышла на работу. Это мой. Какой ты будешь брать? Зеленый большой. Ой, котик, он последний. Иди сам его выкапывай. Иди выкапывай сам. Хорошо, иди бери себе. Ну хорошо, не жарко будет. Я на этом поеду. Витя сейчас себе возьмет. Младшенькая на работе. А старшенькая отказалась с нами кататься. Осталась дома. Но мы на часик, потому что увидели футбол. Через минут 50 начинается. Повесила телефон на шее. Надеюсь, что так удобнее будет снимать. Одной рукой здесь же руль. Второй телефон. Говорю, ведь едьте рядом. Но все время кто-то едет или навстречу, или сзади нас обгоняет и не получается ехать. Рядом приходится друг за дружкой ехать. Ну да, туда едут и обратно едут. Неудобно рядом приходится. Гуськом. У Вити вот такой вот велосипед. А у меня городской. И у нас из четырех велосипедов только один вот этот мой. Такой, как нам с девочками нравится. Остальные, получается, вот едешь попа выше головы. Я не могу у них долго ехать. У меня сразу устает спина. Ну и сиденье не мягкое. После него сразу... Потом еще долго приходишь в себя. Попа болит синяками. Вот. А вот этот вот мне комфортный городской. Сиденье расположено чуть-чуть ниже уровня руля. Едешь в нормальном сидячем положении, а не согнувшись в три погибели. Всем доброе утро, друзья. У нас сегодня понедельник, 13 мая. Как обычно, иду на работу. Витя на полчаса, наверное, раньше меня ушел. Сегодня вот такая у нас погода зажливая. И они сегодня опять будут саженцы молодые высаживать. Потому что в такую погоду они лучше приживутся. Куст с розочкой отцвел. Теперь жасмин цветет. Так люблю, как он пахнет. У бабушки деревни рос жасмин. Вот такие на сегодня новости. Хочу сегодня понедельник, рабочий день, новая неделя. Хочу сегодня писать нашему социальному работнику о том, что мы хотим переходить на свое самообеспечение. Посмотрим, что у нас из этого получится. Опять облака. Когда дождь всегда такие красивые облака. Тетушка, он уже в порядке наводит. Все, погода на автобус. Вот розы такие красивые. Я останавливаюсь. Все снимаю и все нюхаю. Этот цвет такой красивый. У нас на даче такая была папа. Розы у нас выращивал. Желтые. Сегодня вышла на одну остановку раньше. Из-за магазина Дэнер. Тут недалеко Наташа живет. Хочу занести ей пакет с овощами. Там овощи, макароны, лимоны. Стараемся делиться. Нам дают много. Дорога. Сегодня пошла немножко другой дорогой. Вышла на остановку раньше. Сегодня гор вообще не видно. Там дорога. Ее не видно. В этой дорожке раньше не ходила. Покажу вам новые пейзажи. Там все одно и то же. Там парковка наша большая. Там направо уже моя работа. Встретила тоже девочку. Нашу украинку. Мы поговорили с ней. Вот на эту гору. Вид, когда я иду с работы на автобус. в садовой фигурке. Вот такой дом с аркой. Высота написана 2 метра максимальная. Так, по-моему, там собачка все время лает. А вот прямо в этих елках усадьба мимо которой я всегда прохожу. Налево пару шагов и я на месте. Обычно я вот отсюда всегда шла. А сейчас вот отсюда. Сегодня ночью был дождь. И поэтому погода подходящая под высадку новых растений. Мы делаем вот такие ямки. Земля влажная. В ней легко делать ямки. И потом будем сажать новые растения. Конечно, травы здесь очень много. Но время на все не хватает. Уже посадим растения. Потом все здесь покосим. А сейчас пока будем... Вот, замочили новые саженцы. Они называются барботелла по-итальянски. Уже некоторые саженцы даже дают вот побеги. Потому что тепло и они уже долго в тепле стоят. Их надо уже сажать в землю. Что мы сейчас будем и делать. Но сначала ставим опору. Опора ставится вот таким образом. Вот. Рукой не удобно, конечно. Ну. В принципе. Вот такого плана опора и сейчас будем сюда размещать саженец. А потом все это засыпаем землей. Я думаю, что сегодня мы сможем закончить раньше, потому что саженцев не так много. Вот так. И потом привяжем резиновой веревочкой. Вот так привяжем. Чтобы была возможность расти ствол. Иду вынести мусор в компост. И хочу зайти в контину. Я сначала пойду вынесу. Мусор вернусь. Здесь у нас такая зона хозяйственный домик. Слева столик с грилем. И здесь ящики для компоста. В контину. Мне надо было зайти, чтобы взять пачку макарон. Хочу мальчику. С мальчиком тут поделиться с нашим украинцем. Сумка уже. Рис. Макароны. Маленькая. Больше. Так это не очень большая. Пол килограмма. Может где-то на килограмм сейчас поищем. Что у нас тут только нет. Горшки у меня для цветов. Всякие разные. Вентиляторы. Шарики. С детского дня рождения. Бедро. Швабра не прижилась. Она у меня неудобная. Мне такая. Для машины. Витя держит. Всякое разное. Колеса запасные. Гриль. Тут у нас елочка. Вешалка. Бадминтон. Надо купить валанчик для него. И брать с собой на природу. Коньки. Сапоги. Витины. Для работы. Резиновые. Складные. Стулья. Санки. Лампа. Вот эта тут была. Но она у нас. Ну как-то не пользуемся мы ей. В общем. Обросли уже. Прилично. Хламом. Заглянула на огород. Редиску. Каждый день почти проверяю. Быстро. Она так растет. Но я пока не собираю. Через день. То есть не завтра. А послезавтра. У нас будет. С моей коллегой. Одна смена. С Ниной. И мы уже красненькая. Хочу ее угостить. Со своего огорода. Редиской. Поэтому пока не собираю. Вот растет. Вот уже крупненькая такая. Соберу пучок. И угощу ее. Вот крупненькая такая прям. Сейчас немножко травку порвим после дождя. Земля мокрая. Легко будет это делать. Что-то я эту траву рву-рву. Ее как-то меньше не становится. Базилик какой-то стал страшный белый. Вроде уже не холодно. Померзнуть не должен был. Порвала немножко травку. Правда не очень заметно. Там у меня такая куча с этой травой. Надо сделать, чтобы, видите, мне вот тут где-то сделал такую компостную штучку из сетки. Беру такую жесткую сетку, скручивает в круг. Туда буду все складывать. То можно будет добавить туда навоза коровьего. И на весну на следующую получится компост. Три диска старая. Новая уже растет. Тут как-то трава вообще почти не растет. Хорошо. Так, видно будет не видно. Начал лучок у меня пробиваться. Посадила тут. Еще где-то тут, по-моему, морковку посадила. Морковки что-то пока не видно. Еще одна редиска. Или тут я морковку посадила. Что-то она очень долго всходит. Потому что тоже вот сегодня увидела два кустика. Вот они, морковки. Хотя сажала целый ряд. И очень давно, как только вот получили, ну, начали мы этот участок обрабатывать, посадила укроп. Тоже только сейчас появился. Слабенькие такие еще кустики. Посадила еще сюда. Да, мне мама скажет, что ей кто-то скажет, что семена укропа первые шесть дней надо хорошо поливать. Ну, тут прям все в траве. Надо мне срочно сапка. Еще не только для травы, а чтобы потом рыхлить. Потому что я ногами прошла. И земля прибитая, вот видно, вот здесь вот притоптала сильно. Надо после этого бы взрыхлить ее. А мне нечем. Нету сапки. Ну, все. На сегодня хватит. Поехали. Что? Сапка. Наши. Поехали. Вау. Ох. Наша.